Житель села Узюква Вячеслав Ледачков обратился в больницу с жалобами на боли в желудке. Терапевт направил его на УЗИ. Исследование выявило утолщение участка аорты. После необходимых обследований Вячеслава прооперировали. Сейчас здоровье мужчины ничего не угрожает. Вячеслав может ходить, есть и разговаривать. Пока он находится под наблюдением в стационаре. Я живу в частном доме, снег кидал, все делал. И огородом же я летом-то занимался один. В общем-то ничего не чувствовал, что чего-то у меня не в порядке. Я-то все время опасался, что у меня в 2009 году инфаркт был, что мне надо немножко физически не упираться так сильно. А на самом деле, видите, оно повернулось в другую сторону. Аорта – самый большой сосуд в организме человека. Через него проходит кровь от сердца к другим органам и конечностям. Обычно ее диаметр достигает 2 сантиметров. Аневризма – это расширение локального участка аорты. У больных расширение достигает 5 сантиметров. Если аневризма становится слишком большой, появляется риск ее разрыва. Это грозит обильным кровотечением и может привести к летальному исходу. Это абсолютно типичная ситуация, что больной живет и не знает об этом, и его ничего не беспокоит. И при каком-то другом исследовании, будь то профилактический осмотр целенаправленный, или пациент сам приходит по поводу непонятных болей в животе, например, связанных с желчнокаменной болезнью, или с желудком приходит в поликлинику, обращается. Но аневризма сама чаще всего протекает именно бессимптомно. Большинство страдающих аневризмой даже не подозревают о своей болезни. В зоне риска находятся люди с высоким артериальным давлением, лишним весом, курящие. Болезнь часто проходит бессимптомно, поэтому аневризму не всегда успевают выявить. К сожалению, в год, в год, очень большое количество разрывающихся аневризм. И разрывающиеся, больных с разрывающимися аневризмами, если посмотреть по протоколам операций, привозят и фиксируют не меньше, чем в плановом порядке прооперированных. А вот это и есть проблема. Сегодня хирургическое лечение аневризма чаще всего проходит успешно. Главное – вовремя обратиться в поликлинику для постановки диагноза и регулярно проходить медицинские осмотры. Ксения Баканова, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.